Поздравить с победой и предупредить об опасности. Буквально каждый день пожилые люди в нашем городе становятся жертвами мошенников. Воры пользуются доверчивостью пенсионеров. Ивановские участковые провели профилактическую акцию, а заодно поздравили с наступающим праздником. Разъясняем правила поведения в случае, когда поступают им такие звонки, либо приходят когда. И информируем, передаем такие информационные листы, оставляем у них в адресе, чтобы они изучили специально, почитали. Тут все доступно, как реагировать и что им опасаться. В день один участковый успевает нанести визит 10 ветеранам. Каждого поздравить, с каждым поговорить. Каждому оставить свой личный номер телефона на случай ЧП. Есть такие ветераны, как Николай Григорьев. Пенсионер шутит, его не проведешь. Уж он-то точно знает, как действовать, когда в квартиру без предупреждения приходят незнакомцы. Надо позвонить по телефону, надо узнать, кто звонит, зачем звонит. И позвонить по телефону, спросить, присылали ли нам такого товарища по такому-то адресу. Сейчас все ветераны готовятся к празднику, ждут гостей. Это еще один повод усилить бдительность. Очень часто мошенники представляются внуками и правнуками. Говорят, что попали в беду и просят денег. Много случаев, когда обманщики приходят как сотрудники различных служб. Если пришли сотрудники газовой службы, социальной службы или якобы врачи, позвоните, пожалуйста, с какой поликлиники они пришли. Узнайте, выходил ли к вам такой врач или такой сотрудник для проверки вашего оборудования в ваш адрес. Работает ли такой сотрудник. Если нет, все, извините, пожалуйста, дверь вы имеете право не открывать, чтобы они вам не говорили. И сразу звонок 02. Поздравлять ветеранов с Великой Победой сотрудники полиции будут еще неделю. Профилактическая же работа продолжится и в течение остального года.